Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о смородине. Урожай черной смородины ломает ветки. Это не образное выражение, а самое настоящее в натуральном виде. Урожай огромный, несмотря на совокупность неблагоприятных факторов, которые выражались в поздних заморозках, в начале таком июня, очень холодном, а также в последующей засухе. Количество ягод действительно впечатляет. Думаю, что все это получилось благодаря хорошей сбалансированной подкормке, а также обработкам с помощью различных фитостимулирующих и защитных средств, о которых мы не раз говорили на канале Процветок. Однако, несмотря на все усилия, некоторые кусты все-таки пострадали от жары. Вот такая бронзовая окраска листвы характерна для кустов, для которых была, очевидно, нехватка воды, дефицит влаги. Между прочим, в своем саду я обнаружил четкую зависимость. Если куст находится возле дерева плодового, а у меня здесь куст буквально уже соединился с яблоней иманд, которую я так люблю, с крупными красными яблоками, очень вкусными и очень полезными, благодаря накоплению в кожуре массы полезных веществ, вот такие кусты, к сожалению, пострадали от засухи. Если ранняя смородина уже полностью готова к уборке, то средние и поздние сорта смородины еще не до конца налили свои листья. Что же делать? Как их поддержать? Не хочется здесь применять какие-то минеральные удобрения, тем более, что корневые подкормки в этот период уже практически неэффективны. Почему? Потому что пока это удобрение дойдет до корней, всосется и так далее, переработается, фотосинтез здесь уже ослаблен из-за того, что листва повреждена, все это не будет иметь никакого существенного положительного эффекта. Нужно сделать сейчас здесь внекорневую обработку, внекорневую обработку, которая поддержит налив ягод и будет способствовать оттоку питательных веществ из оставшейся листвы в ягоды, для того, чтобы обеспечить их хороший вкус и полноценность. Кроме того, такая обработка должна способствовать хорошей закладке цветочных почек на будущий год, ведь будущий урожай закладывается именно сейчас. Для того, чтобы не использовать какие-то химические средства для защиты и подкормки растений, чтобы добиться увеличения урожая без таких подкормок, можно использовать очень-очень эффективный, но в то же время совершенно доступный прием, а именно внекорневую обработку с помощью самого простого пива. Обыкновенное светлое пиво, 2 литра, необходимо довести до объема 10 литров обыкновенной водой и равномерно обработать наше растение смородины. Даже попадание на ягоду и даже последующее потребление этой ягоды без мытья не окажет никакого отрицательного воздействия. А обилие в пиве калия и активных веществ будет способствовать оттоку глюкозы, сахаров, которые накопились в листве, в ягоды. В то же время пиво содержит значительное количество полисахаридов, которые на наших листьях сформируют тоненькую пленочку, что будет способствовать уменьшению транспирации, то есть уменьшению объема испаряемой воды. Здесь в том случае, если засуха продолжается, это важно. Сохранению от голостаточного здоровья листьев, вот все, что осталось, все мы сохраним. А кроме того, это будет замечательной профилактикой против мучнистой росы и тли, которая бывает вот в этот уже период созревания ягод, нападает на смородину после неблагоприятного воздействия каких-то погодных факторов и начинает повреждать растения. Защитные мероприятия в этот период совершенно невозможны. Ягоды на растениях, которые скоро убирать. Поэтому обработка пивом, вот таким вот раствором, 2 литра пива на 10 литров воды, является очень и очень хорошей и эффективной поддержкой растений, которые пострадали от засухи, да и не пострадали. Любые растения смородины, а также малины и других ягодных кустарников будут очень и очень довольны подобной обработкой. Попробуйте и увидите, что эффект будет очень хорошим. Используйте это пиво на наше благое садоводческое дело. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!